Всех приветствую! Сегодня у нас в гостях девайс от производителя Snow Wolf под названием Woket. Давайте познакомимся с ним поближе. Ко мне Woket приехал в двух картонных коробочках. Внутри находится большую коробку. Ребята упаковали в батарейный блок, провод с наконечником microUSB и макулатура. Маленькую упаковку картридж. Внутри уже установлен один из испарителей. Второй сменный на сеточке и макулатура. Сам Woket, можно сказать, состоит из двух частей. Вы уже видели батарейный блок и картридж. Начнем с батарейного блока. Сверху находится установочное отверстие для картриджа. Внутри два подпружиненных контакта. С одной стороны пластиковая глянцевая накладка с надписью Woket и мордочкой волка. Другая сторона зеркальное отражение первой. На тыльной части присутствует надпись Snow Wolf. На нижней части большое количество отверстий. И на лицевой части два овальных отверстия забора воздуха. Кнопка Fire с мордочкой волка. Чуть ниже экран. Под экраном кнопочка плюс. Да, именно плюс. И под ней порт microUSB. Окей, по батарейному блоку все. Переходим к картриджу. На верхней части картриджа расположился дриптип с колечком регулировки обдува. Зачем они его сделали, непонятно. Так, сам дриптип держится на двух уплотнительных рингах. Следующая у нас идет пробочка. Удерживается она резьбой. И снизу находится испаритель. Держится в отверстии он на одном ринге. Из этой детальки его можно выкрутить. Выкрутили. Кстати, он на сеточке 0,7 Ом. Сколько тут у нас? 10-15 Ватт. Что это за деталька? Значит, здесь у нас идет минус. А в испарителе вот контактик плюс. Когда мы его вкрутим, получается, да, вот. Есть колечко. И можете регулировать затяжку. Воздух попадает в два отверстия. В отверстие с двух сторон. И обдувается уже изнутри. Окей. Скручиваем все это дело. Заправляем и устанавливаем в батарейный блок. Картридж мы установили. Включим девайс. Включается он пятикратным нажатием кнопки Fire. Раз, два, три, четыре, пять. Надпись Snow Wolf. Hello. Девайс включен. Здесь только один режим. И взглянем, что отражается на экране. Слева большая иконка аккумуляторной батареи. Мощность. Кстати, мощность регулируется только одной кнопочкой. И идет на повышение. На понижение нельзя. Вот, видите. По кругу. Если промазали, еще раз проходите круг. И устанавливаете, допустим, 12 Вт. Я парю лично на 12 Вт. В правом углу общее количество затяжек. И чуть ниже время последней затяжки. Нажмем три раза на кнопку Fire. Раз, два, три. Locket. Под полностью заблокировался. Не работает ни Fire, ни кнопка плюс. Но, если мы в таком состоянии нажмем на кнопку Fire и плюс. Будем удерживать их долго-долго. То скидывается общее количество затяжек. Время последней затяжки. И система почему-то скидывает на 10 Вт. Мощность. Я не знаю. Может полностью все как бы к заводским настройкам обнуляет. Вполне. Разблокируем. Unlock it. И девайс отключается пятикратным нажатием кнопки Fire. Goodbye. Snow Wolf. Под выключен. Ну что, давайте попробуем понаваливать. А после навала перейдем в плюсы и минусы. Ух, неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. Есть нюансы, но об этом вы узнаете в плюсах и минусах. Переходим. Первый плюс я отдам за хорошее качество сборки. У меня претензий вообще никаких нет. Второй плюс нужно кинуть за отличное качество обработки материала. Третий плюс я отдам за экран. Яркий. Я выходил на улицу. Ничего не засвечивается. Видно его очень хорошо. Циферки большие. Так что к экрану претензий у меня никаких. Четвертый плюс отдам кнопкам. Не звенят. Не ерзают. Не трясутся. Никаких погремушек нет. Значит, по нажатию жесткие. Нечаянно не нажмете. И плюс еще очень такой приятный звук. Нету дзинь, дзинь, колокольчик. Такой, скажем, довольно глухой. К кнопкам никаких претензий тоже у меня нет. Пятый плюс отдам за внешний вид. Довольно симпатичный пот. Пускай это будет имховый плюс. И не буду я его долго рассусоливать. Мне сам по себе девайс понравился. Поэтому я ставлю плюс. А вы уже решайте сами. Нравится он вам или нет. И последний плюс. Я кину за вкусопередачу испарителей. Мне они на самом деле понравились. Я использую табачку. Хоть и сетка, но она не дает на самом деле какой-то сладкий вкус от ингредиентов. У меня ассоциируется вкус на этих испарителях с Мальборо красным. На самом деле. С крепкой сигаретой, но не с сигарой. Что ты вот берешь и на самом деле, когда куришь сигару, что это и сладкое. Такой табак сладкий. Нет. Вот именно с сигаретным вкусом. Чего я в принципе и добивался. И мне эти испарители понравились. Хотя на вкус и цвет. Пускай это будет плюс и мховый. Кто-то заправит свою табачку. Скажет. Да не. Мне не нравится вкус. Я хочу как в сигаре. Да. А я хочу как в сигарете. Поэтому на вкус и цвет товарища нет. Я высказал свое мнение. И пусть оно останется при мне. Ваше мнение останется естественно при вас. По плюсам все. Переходим в минусы. Так. Первый минус. И он единственный. За глянцевую поверхность. Боковинок. Будут оставаться отпечатки пальцев. Чтобы вас успокоить. Скажу следующее. Есть у них другие поды. С другими накладками. Здесь глянц. Там из материала резин. И отпечатки. Не будут оставаться. Пыль. Разводы. Все это дело. Вот. Но именно этому экземпляру я поставлю. Минус за глянцевые накладочки. По плюсам и минусам всем. Переходим в стоимость. Заглянул я на ихний сайт. И там ребята за него просят. 45.99. Посмотрел я на Алике. 44.99. И подумал. Дай-ка я открою еще вот такого плана. Как. Ефан. Соус Мор. Значит. Самая маленькая цена на Соус Мор. 34 доллара. Но. Это со скидкой. Было 46. Приблизительно. Такая. Как и сайтовская. А покупать его или нет. Вы должны решать только сами. Как говорится. Решение остается за вами. Сегодня у нас в гостях. Был девайс от производителя. Snow Wolf. Под названием. Вокет. Хочу выразить огромную благодарность. Производителю. За предоставленный мне. Образец. Для обзора. На сей ноте я хочу поставить. Точку. Пожелать всем удачи. Здоровья. И сказать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok